это вот такие лепестки самые легкие назовем их так таких должно быть две штучки для одного цветка дальше есть похожий лепесток он просто длиннее тут на основе 4 сантиметра тут мы брали 3 тут 4 вот он такой длинный это будет тот лепесток который сгибается вниз вот он выглядит так то же самое смотрите белый ряд один целиком 2 по половинке одинаковое количество рядов все то же самое просто он чуть чуть больше делаем таких такого одна штука таких две штуки мы сделали такой лепесток можем приступить к другому это три больших которые по краю находятся это наружные самые большие самые крупные лепестки для того чтобы сделать и чтобы вас не утомить показывая как их делать я вам покажу только заключительную финальную часть и различия первое отличие самое основное это набор бисера на основу тут у меня два с половиной сантиметра и как вы видите переходы точно такие же там под большим углом под меньшим и так далее дальше я делала два белых ряда и два по половинке то есть одна половинка а вторая еще чуть чуть меньше там ну половинка от половинки и чуть-чуть еще вниз уходим и два чисто красных ряда дальше самое основное самое главное что потом по окончанию работы бросается в глаза смотрите тут у вас лицевые ряды а тут изнаночные тут у нас два лицевых потому что когда мы сгибаем этот лепесток мы видим его с этой стороны с этой стороны он вообще не заметен что же касается этого лепестка то обратите внимание когда вы смотрите на цветок вы видите вот эти части они должны быть красивыми они должны быть лицевыми и если у вас цветочек вот так растет то хотите вы или нет взгляд опускается на зеленую часть если у вас тут проволока торчит вот как здесь к примеру то она очень сильно бросается в глаза это портит всю работу поэтому будет хорошо если снизу вот эту нижнюю часть вы проволоку проведете по изнанке тогда получается что на одном лепестке у вас сверху лицевая лицевая сторона а снизу изнанка дальше будем делать отступы после того как я сделала шесть рядов я поднимаюсь как бы на седьмой но до верха до основы у меня не хватает около полтора двух сантиметров бисера обратите внимание все идет точно также переход бисера потом красный теперь я проволочку провожу между последними предпоследним рядом что так же немаловажно снизу вверх если вы будете проводить проволоку снизу вверх вы сейчас увидите как новый бисерный ряд красиво перекроет проволоку и никаких переходов не будет видно только с изнанки конечно же теперь набираем такую же цветовую гамму то есть сверху красный потом переходы переходим на следующую сторону и с этой стороны я делаю точно такой же отступ примерно на том же самом расстоянии на той же самой высоте получается вот такой лепесток теперь мы делаем серединку для этого мне снова потребуется все цвета и плюс белый за исключением красного все в общем для начала я набираю четыре желтые бисерины затем я отвожу бисерины где-то 15 сантиметров от края одну оставляю а через три возвращая вот этот короткий кусок проволоки назад и тоже самое повторяю еще один раз снова этим же коротким кусочком затем на длинную проволочку я собираю около трех с половиной сантиметров бисера белого дальше я снова собираю желтый оливковый зеленый в итоге у меня вот эта палочка должна получиться длиной пять сантиметров вот такая вот она должна быть не считая желтого бисера вот только там откуда мы начинали белый собирать общая длина пять сантиметров таким образом у нас получилась одна тычинка рядышком я делаю еще две относительно проволоки возьмите 60 сантиметров 70 достаточно такой длинный кусочек для того чтобы сделать вторую я делаю все в обратном порядке то есть сначала набираю вот эту палочку а затем вот этим длинным концом оставшимся делаю вот эту вилку то есть вы начинаете делать все в обратном порядке сейчас и все остальные детальки точно так же я сейчас покажу как сделать вторую вы потом делаете всего должно быть 3-4 тычинки и один пестик пестик выглядит точно так же просто он на один сантиметр длиннее то есть вот эта палочка должна быть 6 сантиметров и вот эта вилка белого цвета больше никаких различий между ними нет если вы отмерили к примеру вот такой короткий кусок как и у меня то есть из этой части еще одну я не смогу сделать то вы просто берете еще другой кусок отмеряете и делаете уже тычинку и пестик с другого кусочка ничего страшного в этом нету все дальше все дальше это все Продолжение следует...